Здравствуйте! Рассматриваемый сегодня экземпляр является, наверное, самым известным и раскрученным сверхтяжелым проектным танком Третьего Рейха. Сухопутный крейсер весом 1000 тонн под обозначением «крыса» — попытка создать самый большой и тяжелый танк в мировой истории. В марте 1930 года для оказания технической помощи в Советский Союз были приглашены иностранные специалисты, в числе которых был немецкий инженер Эдвард Гротте. Он предложил советскому правительству целую серию тяжелых и сверхтяжелых машин. Одним из танков измерялась машина под индексом ТГ-5. По замыслу Гротта, это должен был быть танк с тремя или шести башнями, в которых было бы установлено более десятка орудий и колоссальной броней. В движение конструкцию должны были приводить два или четыре корабельных двигателя мощностью по 24 тысячи л.с. каждый, которые, согласно расчетам, должны были в сочетании с гидромеханической трансмиссией обеспечивать танку скорость до 60 км в час, что весьма сомнительно. Танк не был реализован ввиду чрезвычайно громоздкой и сложной для освоения в производстве конструкции, делавшей его постройку фактически нереальной. Однако Эдвард Гротта не отказался от своей идеи, к 1142 году он стал сотрудником фирмы Круп и одновременно лицом, отвечающим в Министерстве вооружения и боеприпасов за разработку подводных лодок. 23 июня того же года Гротта вместе со своим коллегой доктором Гаккером предложил Гитлеру создать танк весом 1000 тонн. Стоит отметить, что на процесс создания гигантских танков, проекты которых появлялись в Германии в середине войны, повлиял не столько ход боевых действий, сколько мани величия Гитлера и его стоны с гигантизмом в связке с безумными идеями инженеров, готовых воплотить все это на ЮУ. После обсуждения проекта с рейхминистром вооружения Альбертом Шпейером, 29 декабря разработка чертежей была завершена, и проект получил условное обозначение Ратта, то есть Крыса, предположительно по аналогии с танком Маус. В процессе строительства предполагалась некая вариативность, то есть определение конечного результата по ходу работы, что породило различные мнения у историков относительно расположения орудий и их количества и прочих элементов танка, но общая концепция более-менее известна. Итак, помимо внушительного веса в 1 миллион килограмм, танк обладал следующими параметрами – длина 35 метров, ширина 14 и высота 11 метров. Бронирование, учитывая размеры и вооружение, было довольно скромным. Лобовая броня имела толщину от 250 до 350 миллиметров в зависимости от разных исторических описаний. Бортовая броня – 200 миллиметров, крыша и верх корпуса – 150 миллиметров. Чтобы удержать столь огромный вес, конструктор пришел к выводу, что одной сплошной гусеницы будет мало. Тогда была разработана составная гусеница, состоявшая из трех сегментов по 1,2 метра каждый, то есть общая ширина одного трака составила 3,6 метра на каждой стороне. Имея такие гусеницы, обеспечивалось площадь взаимодействия с поверхностью, не позволяющая проваливаться ему под тяжестью собственного веса. Для того, чтобы сдвинуть танк с места, вначале предлагали установить два 24-цилиндровых дизеля MAN, которые ставились на подводной лодке. Согласно другому, более эффективному варианту, рата должен был иметь 8 22-цилиндровых двигателей Daimler Benz с суммарной мощностью 16 тысяч лошадиных сил, по 4 на каждый борт. По самым оптимистичным прогнозам, максимальная скорость танка составляла бы 40-45 км в час, что конечно является завышенным показателем. Вооружение машины было следующим. В главной башне, расположенной в передней части корпуса, устанавливались два 280-мм морских орудия СКС-34, длиной ствола 15 метров и массой по 50 тонн каждая. Такие же орудия были установлены на линкоре Гнайзеннау. Кстати, модифицированная корабельная башня этого линкора и должна была присутствовать на рата. По неподтвержденным данным, фирма Круп даже изготовила башню главного калибра, и она была установлена на линии Троненхейма в Норвегии. Также был вариант основного вооружения, состоявшего из того же 280-мм морского орудия, только более ранней версии, и одного 128-мм, такими же, как на разрабатываемых в то время танки Маус и истребители танков и ягды ТИГ. Боезапас составлял примерно по 100 снарядов для каждой пушки, независимо от калибра. Эффективная дистанция ведения огня составляла приблизительно 5 км. При максимальном поднятии ствола до 40 градусов, дальность стрельбы увеличивалась почти до 40 км. В качестве резервного или дополнительного варианта прорабатывалась установка в кормовой части корпуса более миниатюрной, длиной около 5 и высотой около 2 метров башни, со 128-мм орудием, либо установки его в лобовом листе. Плюс сухопутный крейсер вооружался зенитными 20-мм пушками ФЛАГ-38 и 15-мм авиационными автоматическими пушками Маузер МГ-151-15. Точное расположение всех этих огневых точек неизвестно. Все это обслуживалось экипажем из 36 человек. В танке предусматривался отсек для автомобиля и двух мотоциклов БМВ Р-12, которые планировалось использовать для разведки. Проект включал в себя ряд вспомогательных отсеков, лазарет и даже автономную систему канализации. Это инженерное чудо могло произвести на противника впечатление, однако его тактическая ценность стремилась к нулю. У машины с таким весом неизбежно возникали серьезные проблемы. Прежде всего у военных специалистов беспокоила подвижность машины, которая в условиях Европейского театра военных действий имела решающую роль. Ни один мост и ни одна дорога такого веса выдержать не могли. Кроме того, предстояло определиться со способом доставки танка к линии фронта, так как ни одна железнодорожная платформа его не потянула бы, и машина в этом случае могла перевозиться только в разобранном виде. В лучшем случае этот танк мог бы использоваться как подвижная артиллерийская батарея или сау огневой поддержки. Плюс была бы проблема с форсированием водных преград, однако считалось, учитывая двухметровый клиренс, то есть это больше, чем рост среднего человека, и общую высоту, что танк сможет легко преодолеть своим ходом большинство встречных водных препятствий, максимальной глубиной до 6 метров. А на случай преодоления очень глубоких водных преград были предусмотрены специальные воздухозаборные трубки. Сухопутный крейсер был бы неуязвим для огня противотанковых орудий, кроме сухопутной артиллерии особой мощности и обычных противотанковых мин, однако уязвим к ломбардировке с воздуха и гаубичному обстрелу. Сам танк, ввиду высокой заметности и невозможности адекватной маскировки, при любой остановке превращался бы в мишень с его слабо защищенной верхней частью, что было бы отличным мишеньем для тяжелых бронебойных авиационных бомб. Плюс, чтобы выпускать подобные танки, нужны были грамотные специалисты из разных областей, причем в большом количестве. Ни один танковый завод не справился бы с таким заказом, потребовались бы технологии кораблестроения. К тому же, для технического обслуживания этих машин также потребовались бы люди, количество которых приближалось бы к среднему армейскому подразделению, да и случилось, что буксировать Ратте смог бы только, наверное, другой Ратте. Эти причины оказались достаточно убедительными для Министерства вооружения Германии, и в начале 1943 года Альбертом Штейром был издан приказ, требующий остановку всех работ. Так, этот сухопутный крейсер остался только на чертежах. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, счастливо! Спасибо за просмотр!